всем привет ребят это канал меж в коробке и очередная викторина так как обычно ошибки так я чё-то все нормально все будет мир в коробке третий заживо трепещущие темы все темы были перед вами так а кто у нас первый кстати будет первым будешь ты как отсутствие прошлое игре ладно соглашусь однажды в сказке это книга ну ладно так начинают робопенгин выбираем тему вот пример возьми для как она есть дайте подумайте что в чем я хоть что-то знаю ладно живой мир 100 начнем с легкого гонки на кораблях по пустыне как называется игра я знаю кнопку кнопку как называется полноценера кнопку кто знает берем кнопку я красный да 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 выбирайте я не знаю что это за рубрика поэтому мы выбираем вот это здесь загаданы авторы игр настольных мастер карточных баталий на магическом ресталище а это визоров заказ нет именно сам автор это известная фамилия достаточно отличная личность это слишком сильно могу подсказать что там небольшая связь с котиком рыжим очень любящим лазанью а боже мой я понял ричард гарфилд да да ричард собственно говоря он создал хотел бы фамилии он создал он т.г. а шо снова я набираю да хорошо спокойные игры спокойные игры малыши ну давай скажите как мне скажи-ка мне внимательный игрок готовы зрить подобие на карте а если нет то уж такого то мне достали с тебе счастья уже не дают это уже нет игра есть коллекции я ее даже недавно на фотографии видел чего такая круглая коробочка но ну как называется соображали нет не соображали думала мне круглая а я знаю я знаю можно второй раз нет вода я знаю я знаю как называется черт первая буква первая буква похоже на дабл это дед самые детские игры которые я нашел ребята потому что еще никто неправильно ликвид не совсем живые но все же карточные шерстистые да нет есть такая игра называется такие-то сказки как можно еще шерсть на игрушках назвать нет наверное и есть игра страшные сказки но нет это именно это не то если ну вот как называется шерсть из которой игрушки делают синтепон мех как этого я вот да а плюш я смотрю на самый умный сидит рейд я считаю ничего не говорить когда я не знаю ответа на вопрос вот здесь где как оно есть в отместе имеется ввиду игра Немезис или Немезида до свидания а из-за этого игрок будет крайне шумно но не факт что вас зовет чудовище блин я в Немезис давно не играл какой эффект наложен на игрока что он шумит когда должен быть тихим но он есть он ходит в комнату и не дает шума это эффект это эффект да он всегда шумит может какой-то определенный персонаж нет все если они покрываются слизью слизь да я слишком давно у Немезис не играл не разу Немезис не играл ладно товарищи щас будет сейчас игротеки начнутся и мы сделаем эту игру ага без меня к сожалению а разве что же лор ты не захищен все 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 еще раз а ты победил вокруг где около 80 дней да а вот я да и игра а там думаешь никто тоже ответит не-не-не нормально я сатя я не сразу подумал что это я думал там я подвох искал да-да-да ты еще пытаешься вдуматься на них какой-то подвох ну я фога увидела все дальше вот и вот мир так устроим же новый мир из золота полного каротином енот королевство кроликам да да я уже почти был рядом тоже подумал о крыльце кроликов но не было я подумал сразу кроликов но пытался вспомнить полное название да так хорошо давайте продолжим животную тему мне понравились без каких-нибудь особенных затрат создан был для фруктов этот агрегат фруктов 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 съедает исправно что ж такое идет обмана ну что ж игроки сразитесь друг с другом пусть да можно какой-то подсказку нет не остров духов нет но слово духе название есть там или духе леса или ну духе леса они какие-то духе но не весны и они как запад можно сказать кто сказал сказки за 300 приключения с легендами на один день с которыми нас познакомил михаэль могу подсказать сериал недавно вышел по звездным воинам со схожим названием там последний вроде было биван кеноби мандалорец где не знаю просто как вам правильно еще подсказать но это был андор не мандалор андор последний сериал который вышел все странше и странше это сказочная война это речь идет о карточной игре но все таки сказочная война алиса в стране зеркалья или свои чудес и оттуда же война в стране чудес в тенях камелота под сенью кикладов с маленьким принцем связанный автор его фамилия созвучно с теми кто обычно шарик прячет под наперстками но не заперстник а к бруно катал ай почему а бруно катала на бруно катала хороший автор только кто-то его не назвал даем катала несмотря на то что в истории были лишь двое сейчас нам дается персонажей поболее скоро этот робинзон круза до 200 отыграю вся в той лахте царят не кошки может и не носорожки но то светостой гривой там ведь отца и все да а гриви просто слова грива слышно я понял что сразу понятно собираем украина соточкой закроем а что отчего до более первым нажал к сожалению ах как и как и ровно не вместо него на есть и генди два нуля но зачем же так помечен наш даритель молока это сложная игра я ее не люблю я конечно подумал о корове но слишком просто поэтому наши молодые орнитологи пора настал нам собрать всех пернатых и себя у кого же больше длина и сидорана не забываем что ответ дает только тогда когда появилась рамочка если раньше ответ идет как фальшстарт вопрос нужно отдать отвечает эсидом грязный аналог одной карты но вот есть игра у но одна есть она она или как или пьёперный театр ну енот дал правильно огонь иная свинтус свинтус да ну так нечестно нет я у тебя ну тут согласен нечестный ответ эээ ладно сейчас заберу заберу эти 400 заберу ну хотя бы пускай будет ноль так это не так ноль так сейчас секунду сумму так что такое как бывает подсказываю что было правильно получается неправильно но мы никому не скажем сейчас так ехида выбирайте еще 200 почему 1200 так стоп изменяюсь ребят кто уже пытался апелляцию подать но мы думаем я не делаю это вадим так мы думали что это нужно чтобы нет я сам могу отрегулировать так ехида выбирайте сейчас ребята ну добиваем животных на землю двигается большой ледник и лишь один лиц можно захватить господство на доставшейся территории ну да я на его тема не играл как назовется один вид который выживет мамонт я читаю на эволюцию ну это не валют а почему кстати рамки для ответа нет в смысле есть у меня я не вижу странно господ сусилит хорошо доминант если она сказала это засчиталось как бы доминирующий доминантный вид засчитался как он в оригинале доминант и всегда выбирайте игра про двух братьев политика и детектива решающих непростую задачу можно жить с политиком было ну можно сказать что он посол он работал в посольстве детективом всегда был писатель который записывал его ситуации такое ощущение что это на арханном намеки енот енот алло женя мы тебя не слышим да да нет игра watergate 2 брата майкрофт как полное название игры шерлок и назвали же майкрофт давайте так договоримся если будет вопрос секретов дадим его рэд он все время и светит ну что же накрутим хвосты гордиться кардинала в поисках подвески водов да да то не на тревожки дёра я тоже не играл как видишь ну я не буду уходить в минусу сходим туда и обратно по пути оба кровь жадную ящерицу о боже ну можно подсказку ведущий туда и обратно водос нет туда и обратно вот подсказка нет именно хоббит есть такая книга хоббит туда и обратно сказка о резунах и секретах и сидрано енот а мы шах и тайнах да ну за стол это не так нет это отличная настолько только в реках и тайна хотя понятно что типа давайте сотку последний дурак это путешествие можно можно назвать по книге может и дальше она а может и ближе да 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 я подумал это слишком очевидный ответ что-то и прикол что это очевидно но как известно на корабле не один напал не один вид но только этот нельзя победить по крайней мере на физическом уровне одно из дополнений хоть к чему не мизите все вопросы по он имеется а там было 22 но это доб с кошмарами но как он называет кошмар он называется на русском либо войти кирс я выбираю давай господи возьмите как она есть за 300 если игрок смог уснуть то эту процедуру уже не запустить уснуть разве там можно было когда камера заморозки да какая процедура отключается если гибернация то вроде если вдруг смог уснуть то эту процедуру не запустить такая что там есть одна функция которую нельзя запустить если игрок уже за самому на корабле проверка на заражение не у них на гулок система самоуничтожения не включается когда игрок уже садится да его нельзя включить да все странно ну ладно выбирай то тоже а я перебираю механики по памяти так вот везде за 400 правильно я услышал да 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 кто сказал что мертвая плоть не может вредить эти существа помогут переубедить дополнение с карноморфами да это не нормально нормально и давай мы добиваем тематику и возьмите 500 до игроки не могут нападать друг друга друг на друга даже если такова их цель именно по этому боковой причине объединяется но в правилах нет это именно есть у кого нет там самом начале правил сказано почему игроки не могут нападать друг на друга хотя есть цель убить там какого-то игрока или пункт на вашу цель убить или чтобы он выжил чтобы убить боже мой я даже не представляю я тоже есть что такого вообще персонажа мешают импланты запрещено атаковать друг друга а точно да есть такая тема это эту паровался в эту тему и вот там историю не видите да отлично стал мой самой игры рэй выбираем авториада 104 за 500 она бедными ногой семь чудес кто же автор сильно я вроде бронни настолько неизвестных людей да прям обидно просто не так уж много людей которые интересуются авторами настольных игр спрашивать я знаю что издатель 1 издатель был мото год антуан боза ты гуглил я знаю я часто говорю когда пишу вопросы потому что мне нужно хорошо битва за космический крейсер битвы с кольцом с мира варкрафта в миске крейсер с кольцом мира варкрафта он вам знаком извините опечатка улак 2 битва не надо это опять таки автор 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 чех как игра называется позже мой но есть космический крейсер галактика битва кольца варкрафт но кто автор конец к крейсер батарс галактик и давайте последнюю тему ну и последний как так сложно рыцарь макс питомцем из подземелья и странные пророчества усилия коврич автор но я веду а на столке ну тут рада на несколько игр и нужно отгадать их автора он один да я вижу хагрид поможешь хватил хватил я тебе скажу так дурсон нас хватило этих вопросов так как пока что лидирует исида это был только первый раунд да я знаю не извиняюсь ой в адов выбирает тему как известно гарри гаррисон поднакомилась с этим известным вором своих произведениях но это не позволяет стать ею как называется произведение были в свое время такие книги как приключение так в общем ты странная красота нет я не думаю что все знают даже это к сожалению я вообще таком первый раз слышу достаточно молод для этого дерьма и сида выбирайте я не знаю это хорошо или плохо давайте толпой веселее деревня полна тех кто волку способен поддаться так что же игроки вы готовы найти самого лохматого игрока в команде в деревне просто настолько скиллассе на сломает ультимейте в руку нет нет там другой похожее название но не совсем можно хоть подсказку что подсказку же и всегда дала вернуть только какой призрачный у меня таких не знаю тоже ткан не слишком новая игра не слишком старая сида давайте еще повеселимся господа убийцы у нас всех одна цель только доберется до нее первым окажется и право докажите что на нашей вечеринке что вы лучший овоща там незнакомая блин на вечеринке если что название игры уже за счет и за есть уже зад вначале в конце скажем так лучше убита нет на вечеринке почти нажимать вечеринка убить тут тоже такого типа маркин только там нужно постараться убить своего людей много надо может вычет восьми и выше давайте новинки посмотрим вопрос секретом вопрос нужно отдать еноту окей еноту енота енота тема я в ваших головах глядя друг другу в глаза постарайтесь не ошибиться в порядке енот енота это ханаби енот обе нет ты издеваешься я подумал про ханаби там тоже надо порядок соблюдать да только там вон можно и общаться и игрок на первые 5 мы собрали все здесь не рано 10 игроков кто-нибудь хотя бы что не туманный гарнишка кошмаров из было два фильма 8 если не ошибаюсь и если не 9 уже на тихий холм я смотрел на эту игру свое время беда там с локализацией это героини игры уже саркома она может назвать имя можно назвать ее скажем так профессию принц это игры уже саркома это все персонажи это нечестно ты же любишь женских персонажей марилом боби лица и и на вы который позволяет сделать третье действие куда она золоте была одета из микрофона это надо под руку архивами мой далеко кораблем кораблем сейчас стоит 2 800 а пока он еще на русском по моему его нет ну что связанные рунами герои пора его приключениями в конце вас ждет великий моргат если что название игры есть еще раз нет руна какая это не полная просто название велика руна и вот это конечно это должно быть рун и баунд до рано ли надо связанные рунами куда мне нравится эта игра очень всеми недооцененная но мне нравится такой веселее ой вопрос секретом вопрос нужно отдать того будем топить сегодня жалко так хорошо давайте так водос мало отвечает анаграммы из космоса это анаграмма да подсказка battle store галактика о боже нет сорян водос я нет сайлоны а сайлоны на ребят на перерыва что случилось чем позже это откуда сайлоны рейсер батар стал галактик это это эти которые проникали в людей ой что за масштабное смотрю мимо нас прошло уже с архомом карты так идут зачем карточный там любой подойдет обычный так все здесь никто не поиграем потому что он не сдается много лет и коробка обычно стоит тысяч пять семь так самая богатая блондинка во всем городе но к сожалению судя по ее профессии никудышные никудышный сыщик а это она короче в пиджаке шляпки и сумочки в руках да я тут вообще сижу молча обидно прям ну блин я вообще толком на столке не играю а у кого-то работают кругами днями так вот это была дилетантка или танка да интересный нет я зову дженни барнс ее профессия дилетантка мы парточный заказали до начала войны естественно моего она хороша в своем деле настолько что выполнил свою работу она получит не только капиталные свои способности хотя руки будут по локоть в масле профессию подсказка на копается в машинах да механик это девушка потерял своих близких но благодаря маминому амулету и хорошему знанию города способно уйти далеко от проблем это маленькая девочка которая родители она русская ну не русская ну да кто она я за нее любил играть это да и этот давай давай за ними смотрят как там он может по-другому назвать я даже найти в гугле и так сходу не смогу а куда google нет я вообще говорю что это беспризорница вот но вообще это не ладома знает намного больше происходящим чем остальные тыщики способна превратить свой страх в в то время для всех иногда это пустой да я это нет это по это помоему та которая дополнительные действия дает нет нет это было первое можемой час я слишком мало об архом играл чтобы помнить персонажей бабу это из-за которой мне пришлось лежать психушке пока вы пытаетесь убить босса пулеметом на краю карты бандиты снова не силах поделит ограбленные вход идут и стволы вроде бы неналичных а какой релик нет нет у меня есть эта игра на игротеке я не припомню такой игры с красной коробкой я знаю я понял о чем идет речь блин я забыл про нее наличные из полы пустота зовет и вы готовы к этим приключениям между мира не совсем новая ну в принципе относительно это за 23 года и но это сумерки убери нет слава богу я не нажал я бы сказал нет а ну какой вархаммер нет приключения вархаммер это нет я знаю это светлячок это скорее всего светлячок я не уверен я не хочу отвечать я хочу играть я не хочу играть сейчас скажу в пустоты давай темна тьма зовет пустота да я не думал что это игра светлячок ладно вода выбирать перед вами три известные героя будь то хаим великого или фаргал не свои пути вам же служили но их пройти о какой книге речь это опять-таки книга и книга игра о боже я в это не полезно даю подсказку три героя три пути как можно назвать пути по-другому три дороги и дороге это дорога внук нет приключения я так понимаю с этим никто кроме не знаком с таким жанром до подоз выбирайте о величественный остров приютивший короля и в свое время готовы ли вы герои направиться на встречу кельским мифом можно нажимать если кто-то знает кельтами с англичанами можно сказать это искали рыцари в свое время максим испорчен игра за не квадратным рыба можно было нажать прежде чем дать ответ я думал что-то про скифов вот тебе и хоть перешли или занять тебе не победить что это может быть без огня тебе не победить о боже кого нельзя победить без огня без огня нельзя победить они еще в интернете обитают еще раз я питаю мир это нет в интернете обитают еще и not этот роли до их надо прижигать чтобы они не регенерировали дальше также можно сказать гидру это дель подсказывает насколько вы способны угодить древним ящерам и натравить их на врага о боже а это на из выигрыш на кикстартере древний ящер это динозавры нет это ближе к мушу было в хоббите величие кого-то на листинге да я недавно видел ее даже на локализацию подавали по-моему лавка и вверх да тяжело тяжело хорошо давайте настольная магия за 400 попробуем сидел написал трактант и вам мои уважаемые дуэлианта стоит быть готовым к сражению ведь все карты открыты а а вы готовы что не зря доказать что не зря ознакомились с ним и чужая башня пойдет в чём сидят что нужно отдадать понятно водов на не зря да да я на самом деле крутая во первых она редкая сейчас все снова что редкая но у нас старая версия водос убирать восстаньте и руки и сможете ли вы в сказочном на мире выторвать себе лучшую награду это тоже что-то с кикстартера да можно сказать игра аукцион винодели какой-то это не делаешь виной выиграем именно восстать иди райс трейдинг арт-гейм райс восстаньте или же поднять это рпг новая и ближе к пару скажите дорогие господа готовы ли вы доктору составить пару тут в основном новинки я вот не знаю по моему это уже вышло и но больше на такие но то не слышу это вот эта вот игра которая должна была выйти там где башня посредине как называется боже мой как называется игра тимпанк а этот город тоже нет засидел за и последнее слово последний еще до фона не знаю проигрываю черт с ним это этот сейчас покажи название сейчас я же не могу раньше не не нет это так вот эта игра там где башня посредине стоит которая в сити о за steam сам нет просто ближе к дизелю да не водос ногоглазый шарик с отвратительным характером это летающие твари они еще в дубе во втором есть и в третьем думе они есть и в первом дубе да блэйфолдер да они же злобоглазы я смотрю на сухие веселый счет в этот раз давай 800 ролевой бестиарей противники сона оставшийся без своего единственного зеркала ой я сон еще рей лоб да зеркало души глаз да там было глубоко рей выбирай он точно знает что ищет приключенцев подземельек и стоит вам поискать не там как окажитесь в чем-то желудке саракон что ли да нет он не настолько страшен он очень любит заманивать к себе приключенцев голым что ли нет 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 это 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 скорее всего это минотавр но я не уверен нет 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 не минотавр он не заманил плоский мир кто-нибудь читал какой плоский мир рейсы да знает нет мимик мимик она вообще на него ничего не указывает могут то угодно и типа мимик 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 обычно представлен виде сундука рей это вообще из другой дитя петуха высаженная жаба и ростные в чем-то медуле дитя петуха это курица или иной или лику но не факлена существо я хочу очки набить подсказку ты уже набил это да так сейчас секундочку василиск серенос в опасности в этом виноват один из игроков но что же бравый герой готовы разрушить задуманное владеем это не runbound на рыбу нет или not это вселенная рунда баунта ну хорошо не уточним это не сумма другая о спуске скажем так да никто ничего не знаю я смотрю на статьи ты как обычно лидирует енот выбирайте ну что мои ученики готовы франить нечто необычное получить стал спалу ценного ученого нашей области настольные маки вот не not это зелеварение что это нет зелеварение хотя получить статус полноценного ученого в нашей области я скажу что это я но вопрос сложно это играть алхимики да сегодня с лёшей обсуждали просто не хочет продавать вот поехали дальше так остались книжные приключения книги остались это книжное приключение связано с торговым центром его владельцы пусть даже вы не будете знать еще в ней но ведь в этом но ведь любом детективе есть это место до я думал что это мага марки всегда выбирайте злой волшебник барлан дерт похищает принцессу использовать черную магию и запирается в замке цвета своей силы так как же называется это приключение но там фигурирует подземелья этого замка название какого это игра была на игротеке у тебя на игротеке нет книг игр водок да нет если бы не подсказывал было сложнее соглашусь вы капитан космического патруля и цели вашей миссии добыть сверхсекретное оружие похищенное неизвестными ну и заодно сделать выводы из известного правила случайности и то что может произойти произойдет я недавно смотрел это ну знаешь ответами космический патруль который что-то ищет это шо стартрек ищет путь домой нет сериал нужно сделать выводы из закона мёрфи интерстеллар ела причем здесь интерстеллар можно и так сильно ты залез нет вопрос отличный сериал то ну фильм тоже да все здорово я тоже об этом подумал что это за покемон я не художник изображу а вот рисовать придется нет необычные спасибо необычная игра где в роли пугули выступает ваш дом сможете ли вы избавиться от проклятия этот дом не знаю я не видел на игротеке сейчас будет название this house is haunted я не знаю такого у меня есть эта игра да 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 это по моему у меня эта игра даже где-то есть горе выбирай с машиной по моему да ну плохо помню саму коробку горе выбирай это игры который смотри в играх до настольные игры в компьютерных играх курьер братья в районах самого азартовый составшийся городу готов поиграть со многими в эту карточную игру курьер курьер не почему это именно курьер как главный герой его еще в начале игры убивают выстрелом в голову нельзя сказать что игра была нечестна караван палаут new вегас я не помню такого лавни вегас там была карточная игра караван фоллаут new вегас была такая карточная борис выбирает любимая игра охотника на нечесть который известна стала благодаря дикой охоте воду да ну так за 300 вы что хотите я забоялся нажать кнопку тебе шоешь и терять с кубиками простая коробка вас игроки ждет азартового ловко как известно белый волк раньше предпочитал вы трех людей из игроков в этой игре первых двух частях в первых двух частях он трясут игроков в этой игре а была какая-то с доской и белыми черными шариками и еще какая-то на костях игра была нет это игра по сути было и первую и вторую часть без шаг но на костях там было играть говорю я не помню как она называется я знаю как это принцип этой игре но я не помню ее название но она называется так же как и ее карточный аналог я даже не знаю что это даже не представляю что это покер на костях у боже я же говорю я просто про название не помню в очередной раз чувствуем себя даунами во время игры да 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 тут я прям про меня знаете я капитан шепард и это моя любимая игра на цитадели кто-нибудь помнит во что капитан играл первой части из вас эффекта нет это всего лишь вопрос за 1200 да так что ты если делал дополнительные гвесты в первой игре знаешь эту игру это делал ну это было слишком много лет назад ну какой какой ты старый нет блин молодой мне скоро 26 тысяч дней ой блин погнали я не это был квазар аналог и больше как я масса эффект проходила лет пять семь назад но это будет честно что я этого не помню хотя скорее 7 это будет честно давайте полторы тысячи вопросы в этом вопрос нужно отдать кого заводим давайте я хочу поучаствовать в этом одище ура компьютерные знакомые из мира военного ремесла к нам пришла эта карточная игра от blizzard да 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 я просто Боря, выбирай время. Да и есть еще достаточно. А давайте это, я хочу быть художником. Ну что же, гости, дорогие, вам дан маршрут? А ну и изобразите, о чем речь. Что за игра? Маршрут? Маршрут, можно сказать, пейзаж. Рисовать приходится. Вот как сокровища. Можно рисовать. Кнопку, если знаешь. Она в двух коробках. Я не знаю такой игры, чтобы рисовать. Я никогда не играл такое. Ну вот когда вы сокровище истёшь, что рисуете? Или находите? Картографы. Ай, картографы точно, блин. Это было как-то... Это как-то вступительное... Нет, нет, там есть среза, есть игра прорекции. Нет, но это было реально картограф, сказать это было. Так, вопрос нужно передать. Самому себе можно? Я хочу себя. Давай, на, давай, еночку. Что ты хочешь? Ооо, спасибо. Тема загадки о случайностях. Есть и лицо, и птичьи, и чертани. Два варианта, отгадай заранее. Открою ладонь, убедительственно. То ли, стороне судьбы каприз. Ох, ё-моё. Так. Ну, ездим. 300 очков на барабане. Отгадай. Отгадай заранее. Открой ладонь. Чар-чар-чар-чар. О, боже. Как тебе случайностях, чар-чар? Ну, самый стандартный момент, как выбирают из двух вариантов. Есть ладонь. Дай. Не, даже предположения нет. Сейчас. Можно подсказку какую-нибудь мелкую? Я уже дал эту подсказку. Когда выбирает из двух вариантов? Что делают? Не помню. Не знаю. Подбрасывают монетку. Либо Орел и Орешка. Орел и Орешка, ёкерный театр. А подожди, а как две руки там связаны? Там же одной рукой подбрасываются монетки. Второй накрываешь, когда она падает. Второй накрываешь, да. А, ну да, 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 согласен. Так, развод, очки. Енот, выбирай. Давай художку дальше. Раньше ученые называли Плутон так. Но сейчас вам, господа, предстоит найти планету с этим звучным именем. Плутон раньше был планетой. Нет, изначально, пока Плутон не назывался Плутоном, он назывался как Планета такая. Даже подсказку. Там целая одна буква осталась, не названная. Я жду пока кто-нибудь кнопку нажмёт. Плутонит, что ли? Какриптонит? Нет, нет, нет. Планета А. Я не знаю. Гугли, конечно. Плутон, несчастный. Планета Х. Неплохая игра. А как там, ты сказал, что в Плутоне... Плутон, раньше, Плутон раньше называли Планета Х. Нет, ты сказал, что типа в этом слове не хватает одной буквы. Там не было слова, чтобы было буквой Х. У вас на поле есть и дерево, и камень, и даже нити-связанный узор. И даже карта, что ассоциации, даёт подмол. Скажите, что же загадал автор и отправляйте снова в путь дорогу. Это Азагарда, что ли? Азагарада, и как-то там называется, не помню правильно. Нет, это... Игра достаточно простенькая. Просто нужно... У вас есть дерево и камень. Да. Камешки есть, деревяшки есть, верёвочка. В какой игре есть верёвки? Я не припоминаю такого, чтобы ресурсом было. Это не обязательно ресурс. Да, название даже примитивное. Кирилл, тебе расскажу, я не буду. Азагарда, что ли? В картинке, она так и называется. Там и есть... Там нужно с помощью брёвнышек, камешков, верёвки... Я такого сам не помню. Ну, есть такая игра, она тоже достаточно редкая. Так, всё, давайте. Рисуя сам, не забывай смотреть по сторонам. У каждого всё загадка или шумелого на стене быстрая догадка. Сартографы? Ну, уже были. А вдруг один вопрос? И один и тот же ответ. Ну, это как мания чего-то. Я такой настолько не знаю, к сожалению. У меня всё хагрит отвлекает. Странная ассоциация, ребят. Там ещё чувак в маске нарисован на коробке. Чёрная коробка, боже мой. Пиктомания, да? Да, не, пиктомания. Я в неё всего один раз играл. Там, не каждый, ну, то есть, это не каждый знает. Ну, и же такая игра есть. Ну, давайте добьём эту тематику, выбирайте полторы тысячи, единот. Давайте, давайте. Вот передаем, возник лист цветной. Не забудьте, где что, краской на крыле. Как только исчезнет из вида он, хотя бы цветово расположение вы восстановили. Ну, вот вам показали лист с рисунком, на котором мы расположены как-то определенные цвета. После этого закрыли. Достаточно быстро. И вам нужно как можно быстрее расположить цвета в нужном порядке. И это в настолке такое, я не знаю, правильно понимаю? На практике приносили пару раз эту игру, боже мой. Я не знаю. Давай, быстрее, быстрее, скорость, скорость выше. Да нет, я не отвечу, может быть, сколько лет назад было. Времени. Растные цвета. Я же говорю, скорость быстрее. Швдерция. В украинском варианте швдерция. Давайте, дедуктивный метод вроде, или из-за покемона, но она там вроде везла. Вроде всего-то один шарик. Насколько людей потерял, и всё поставил даже не на тот цвет. Или получил вообще зору. Здесь именно азартные игры. Водос? Рулетка. Да. Ну, это легко. Иси, да, чуть раньше нажал. Да. А почему рулетка будет тот? Я, этот вариант вообще, эта тема вообще дозналась чисто, чтобы вы заработали хоть чуть-чуть очков. Всем обещает, глупых обещает, умных вооружает, и счастливых награждает. Дурак, что ли? Исида? Исида? Не слышно. Не слышно, но... Да, тебя исида не слышно. Напиши хотя бы в чате ответ. Тут чат есть. Разблокируй телефон. Разблокируй телефон, до тобой слышно. Говорит Фортуна, телефон разблокируй. Нет, не Фортуна. Это азартная игра. Из казино, опять-таки, как и все в этой теме. На руки бандит, что ли? Карточная. Карточная. Таких не знаю, карточная. Там покер. Да, покер. А при чем здесь умных вооружащих? Это такая классическая загадка. Я не помню, уже гейный не на ней наткался. Хорошо, погнали, погнали. Это... Да, в ней нет. Я просто подозреваю, как и он. Ватт нужно подозревать всех вокруг, хотя игроки лишь детективы. Один ответить сможет, кто же нас преступник. Но вот проблема. Надо правильно задать вопросы, да и подозреваемые необычные. Ой, сида минус. Да это-то... Все вокруг детективы. Маппер, что ли? Ну, подозреваемые необычные, ребята. Очень необычные. Вот эта игра от Соби Велда, которую Дэн хотел с маткой. Точно она. И как она называется? Сейчас. Я скажу. Все вокруг детективы. Нажми кнопку, будет время. Енот. Сейчас. Не стандартный подозреваемый. Unusual Suspects. А да, нет. А про русскую как она называется? Необычные подозреваемые. Ну, ее, по-моему, на русское так и не переводили. Не, не напевался русского. Да-да, я в пролете. Хорошо, давайте. Это что за покемон за 900? Господа, не кричите. А только шепчите. Ты идите, знает кто здесь виновен? А вы знаете, что за игра? И ты не знает, кто здесь виновен. Господа, не кричите, а шепчите. Игра про свидетеля. Еще раз. Игра про свидетеля. Название есть. У тебя улики лежат еще. Нет, улик там нет. Там ты можешь задавать вопросы свидетелю. Это нет ли это? Давид нас, да. Так. Вид нас. Вид нас. А можно в следующий раз к названиям картинки прикладывать? Хорошо. Загадка, если не ошибаюсь, переводится. Нет, это как раз свидетель переводится. Исидай выглядело. Да. Я помню, есть, короче, игра компьютерная, называется The Witness. Есть такая. И там ты разгадываешь загадки. И как она со свидетельством не связана. Так. Водот, что там, сюда опять вылетело? Ну да. Чего? Тебя скучно уже, надо говорить. Ты как деткордин, сейчас я подключаюсь. Хорошо, мы тебя ждем. Пока твои очки всем перечисляем. Добавить проблем. Так, продолжаем. Так, енот, выбирай. Беги-беги-беги-беги. А то минус миллионочку. Ладно, давайте. Вопрос с секретом. Вопрос нужно отдать. Рэю или мне. Кого будем топить сегодня, да? Да. Можно и меня. Исиди. Азия как настольный мир. Азиатский символ собирает здесь свою еду. Ой, это легкотня, это весна. Это легкотня. Я просто подарил полторы тысячи очков. Попфигеть. Суши-гу? А? Суши-гу? Суши-гу. Исиди выбирать. Вам нужно объяснить, друзья, но, к сожалению, нельзя нам использовать несколько слов. Давайте попробуем новый подход. Это замайн что ли? Эти слова несколько агрессивные. Небезопасные. Что-то я не припомню игру, где можно послать откровенно. Мм? Вот у меня сейчас енот. Енот. Что нет? Опасные слова. Да. Это все реально говорят очень крутая игра. Я прям думаю надо купить. Только на русском языке. Потому что на украинском она проигрывает сильно. Енот выбирать. Давайте. Ничего не вижу, но знаю одно. На общий путь проложить не дано. Надеюсь, никто не боится здесь темноты. Так круто. И нельзя. Здесь темноты? Здесь темноты, да. Там нет пробелов, если что. Почему-то он есть. Потому что это чемпионка. Не знаю. Кто не знает, как можно назвать еще боязнь темноты. Клаустрофобия. Нет, клаустрофобия. Это боязнь там, кто-то простран. Да, да, да. Есть игра клаустрофобия. Да нет, клаустрофобия. Темнота. Незакрытое пространство, а темнота. Акккортофобия. Акккортофобия. Акккортофобия без заработка. Акккортофобия открытых. Нектофобия. Игра, в которой играют чуть ли не вслепую. Когда завязывают игрокам глаза, и надо на ощупь найти выход от лабиринта. Да ладно. Енот выбирайте. Так, рестольный азарт 600. Аристократическая игра на три карты, известная во многих казино. На три карты. Угу. 21? На три карты. Ну, типа да. Изначально там две карты, енот. Так что нет. Да нет, да, все. Косяк, мой, не понял. Терц? Нет. Ну вот в машине есть что, бак, правильно? Кто-то заправляет. Ну вот продолжите это слово. Бензобак? Нет. Это начало, я скажем так, такого. Я не знаю. Баккарал? Да. Блин. Тоже классическая карточная карточная игра. Это классическая игра, как раз казино используется. Убитутатки Дэн, честно, нет. Без подсказки бы пробовался. Я не спорю. Всегда выиграйте. Нет, бакарал. Тихо, стоп. Так, так или нет? Так, мы должны слушать. Да. Так вот. Неудачи. Давай же проверим, насколько ты горячий. Забычу зла мы уж поделили. Пора теперь нам посидеть в трактире. Если ты смел с командой нашей поиграть, подумаем тебя под красный парус взять. Ну? Енут? Таверна Красный Дракон. А конкретно? Этат, ну, пиратская часть, соответственно. Эльф, русалка и бутылка Рома. Эльф, русалка и бутылка Рома, да. А у кого-то фонило, блин, нормально, не расслышал ничего. Наверное, у меня. Просто я пытался слушаться. Так, и нот выбирайте. Секундук, секундук. Я уже не слышу просто. Настольный азарт. Нет? Детективный метод, может? Да, да, да. Тьма. Тьма в глубоком теле холодной. Здесь когда-то. В обещании спасения. В обещании спасения. В сей капкан попались. Леток сотню под землей. Мы были жертвами прогресса. Ведь на поверхности зима. Когда пройдет, неизвестно. Вот только мир пришел за нас. не стержаны тешкой судьбою. Гнялись люди. Гнялись временно. Война стала еще война. У меня два варианта. У меня тоже. Вот сейчас будет обидно, если не угадаете. Ну, у меня два варианта. Я, блин, не знаю, какой из них правильный. Кот сказал, что это слишком простой. Енот? Я рискну, я скажу, что это метро 2033. Нет. Там бункер. А в метро метро. Война останется войною. Я хочу сказать Fallout Shelter, но боюсь, или бункер. Но я боюсь оказаться неправым. Нет, это точно не бункер. Ну, там бункера не было. Вар. Вар. Ладно, я рискну. Fallout Shelter? Ну, правда, там где-то... Ну, Fallout, в принципе. Fallout. Просто Fallout. Который у тебя есть. Стоп, стоп, стоп. Когда мне подсказывали? Я вообще ни одной подсказки не слышал. Fallout. Война? Война никогда не меняется. Ах, это было в тексте. Это не было подсказкой. Там тексты есть, подсказка на ответе технической. Это не подсказка. Так, что-то вы меня путаете. Тинвин, забирай. Ладно, я хочу добить эту тему. Что ж, господа капитаны, помогите своему агенту найти тех, кто здесь чужд. Тинвин, забирай. Ворота заскана, идет все убивание. И душу всей земле отдать. Кто друг, кто враг, она людей рассудит. Но там-то посылать к вам точно не забудет. На ушки всюду. Человечек нервы трепляет. Еще минуты, и весь мир померет. Волную света, очищая землю и небеса. Услышно. Те ее зоры с дарека. Ну, тут был. Женя, у тебя есть эта игра на игротеке? Я тебе ее помогал собирать. На моноле я. Гона? Да. Чернобыль. Ну, блин, ну хабар, ну это прям сразу же. Это сразу сталкер. Ну, просто у меня первый хабар это сталкер. Что ж ты так с фоллаутом долго думал? Я не... Потому что я объясню, смотри. У меня идет... Выбирай. Я пытаюсь разобрать из-за этого фонения слова, мне сложно. А давай кому-то. Додуктивный метод. Морзянка может или лучше Цезаря использовать там код? Скажи же нам про слушку. Тот ли дан ответ? Где такая... А есть такая настолько, что такие кода там используются? Ну, нет, там используются просто... Вот этот какой-то метод. Шифрование получаешь? Да, и надо как-то про слушки понять, что там. На этом надо что-то сделать. Шифровать. Это... Да... Кто-то сказал Anigma, а мне почему-то кажется, что это правильный ответ. Но я не уверен, я не хочу нажимать. У меня много очков, я пока линдерусь. Мы Anigma. Декодер. Декодер. А, декодер. Да. Да, это как-то слишком... Нет, игра... Это отличный пати-гейм, но я его просто в жизни видел один раз только. Нет, я имею в виду, что было логично. Боря выбирает. Можно декодировать сигнал, декодер. Хорошо, а если бы сказал бы декодировка, это бы... Я тебе просто попытался подкрутить название игры, но не факт. Убирай. А, давайте добьем. Известная машина шифрования на эфире рассказал, связанная с мистикой. Господа и дамы, давайте же узнаем тайны треки-го рейха. Блин, я снижал. Эй! Эй! Я знал, что это Энигма. Я и почему не засчитала, что нажал, когда рамка появилась. Нет, надо... Рамка появилась раньше. Да. Блин. Это слишком легко. Как известно, пираты были людьми азартными. Это же игра на риск перебора. Известная в мире во прозвищу пирата. И енот уже ее называл аналог. А как еще? Нет. Водос. Водос. 21-а. Я забыл, как она называется в нормальном мире. Вспоминай. Блэк-джек, по-моему. Атько. Да, блэк-джек. А, да, блэк-джек. Черный джек. А, прикольно. Да, я смотрю, у нас тропа пирамин теперь лидирует, да? Боря. Да, 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 да. Молчи! Если бы я успел на Энигму нажать, я бы ответил. Вопрос нужно отдать. Реакция мангуста. Игровые аксессуары. Стоимость вопроса 400. Инструмент для упрощения случайности без влияния извне. Дайс? Упасть у меня. Ну, дайсы туда закидываются. Ну, да, ставер, это же. Да, 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 я тут хотел сказать, я саботер-вод живет. Это этот, ну, я вообще не успел сказать в башне, да? Я, я думал сказать, да. Дай стрей. Вот. Так, ладно, выбирайте енот. Блин, мне их вообще не слышно дублируется. Вадь, я к тебе буду послушать. Локации, базы, захваты, безумие. Всякие дети. Такие плащи позакутаны. Мир захватить стараются дружно. Что тут для бога подыскивать нужно? Да и тут с ума. А, это уже не. Игра из серии замес, если что. Такая даже подсказка. Но какой? Замес это. Ого. Игра из серии. Так, замес это и игра. Ну, есть же там разные замесы. Кнопку, что он же нажал, и потом же отвечал. Никто кнопку так и не нажал. Енот ответил, но не нажимал кнопку. Ну, если нужно не сложить, мы будем полный ноль. Еду не играет. Тот побеждает, кто вес набирает. Грудно голодных не предлагать. Голодных их в карты не жрать. В карты не жрать? Ну, подскажу даже так. Исида уже давала этот ответ. Вместо токиноку. Суши гол. Да. Ай, да, это слишком. Так. В финале выиграют три игрока. Ого. Давайте минусовок тоже возьмем. Хорошо, так. Тогда... Им надо начислить. Так. Отрицательный вопрос, да? Понятно было. Знаете, надо будет сделать так, чтобы игру, где наоборот на понижение, у кого больше минус, тут и выиграют. Так, ладно. Это будет слишком легко. Давайте уравняем шансы. Всем одинаково поставим, не? Хорошо, да? Тогда всем по 500 я ставлю, чтобы уравнять все шансы. Я пора свои очки. Э, Рэй! Стоп. Блин. А, что, босс? Пауза. Рэй в 500. Рэй в 500. Рэй в 500. Так, сейчас, блин, назад не откатится. Сейчас, ребята, перезайдем. Так, всем по 500 будет в финале. Сейчас перезайти надо будет в комнату. А что так? Да, случайно Рэя выкинула. Да, ну... Нет, пои тысяча трещу. Нет, Рэй в 500. Нет, Рэй в 500. Нет, Рэй в 500. Здесь, но его нет в комнате. Его из финала выкинула. Я к этому... Ну ладно, я пойду проявлять заказы на почту. Это было достойное поражение. Вот видишь, как раз таки, минус 100, у всех остальных 500, 1300. А я пойду, как раз. Рэй, у меня было минус 400, ау. У меня было еще хуже, чем у тебя. Давайте, ты в четвером в финале будет это интересно. Нет, если что, Рэй, я приму и в голосовом варианте. Да, давайте всем. Давайте. Так, ладно. Поехали. Выбираем тему, которая кому-то не нравится. Начнем с енота. И вновь мир бесконечной войны, бесконечность не перед... Не переделся, не совмещение. Блин, это я даже знаю, откуда бесконечность и предел. Из бультика. Давайте при профидоформации настольщика. Да, хотя... Давайте, короче, да, профидоформация настольщика. Нет! Хорошо. Я не знаю, что это меня это пугает. Славик, Рэй? Какая тема тебе не нравится? Мне не нравится правильный ответ. Так, сейчас, извините, мне придется на кого-то отдельно тыкать. Или убирать сам вот так. Нет, я вообще-то хотел другую тему. Из Сида? Войну убираем бесконечную. Так, сейчас. Ну, я сказал, убрать. Это был Вархаммер. Сейчас, секунду. Подвисло все. Да, писать Вархаммер. Так, блин, что-то убралось. Так, что убралось? Какая тема? Главнее всего. Главнее всего убралось. Мир бесконечной войны. Так. Боря, давай последний. А главнее всего, куда убрали? Совмещение несовместимого. Случайно слетело. Солен. Не, ну какого бесконечности предела? Ваши ставки, я так понимаю, все играют в ВАБАНГ. Да, давай. Стоп, это почему? Так, игра о страхах без конца. Ответ пишем. Рейн можно писать мне в дискорд. Ну, в этот самый в телеву. Пятый, я подумаю. Назвони игры. Это, наверное, какой-то архи. Это игра практически бесконечно. Очень сложно ее закончить. Мы на поле? Да, мы на поле. Нет, не совсем на поле. Она о страхах. Женя, она у тебя есть. Ты еще жаловался, что ее хрен закончишь. Я такую игра не знаю. Как, можно по-другому? Я поставлю сто очков. Ее нельзя закончить. Ее нельзя закончить. Такая зеленая коробочка. Чартерстоун. Чартерстоун. Ну и в него играли уже 8 лет одну партию. Что? Зеленая маленькая коробочка такая. Еще раз. 8 лет одна партия? Ну, там, беда. Война нас немного рает. А маленькая зеленая. А, я понял. Да можно переответить? Нет. Ладно, я знаю, что это за игра. А, я понял, 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 что это за игра. Отличная игра, да. Закончить ее практически нереально. Ну, так что это за игра? Сейчас. Сейчас. Так, енот. Нет, это не страшные сказки. Не писать на ответ. Так. А куда ответ-то писать? Нет, что значит, я не знаю. Боря. Куда ответ писать? Хорошо, какой ответ? Над дверьем. В белую полоску. Да. Говори. Я даже не знаю, что это вы сказали. Скажи это. Не, Боря, говори, давай тут по-честному. Да ладно. Не знаю. Я даже не... Монополия, они знают ставила. Нет, не монополия. Ну, потому что я не знаю. Хорошо. Водос? Нет, не арк. Ну, наставки не обращайте, но не так и всегда. Ну, я без понятия. Мои игры не такие. Так, и всегда. Я писала бесконечная история, но я такой игра все равно не знаю. Нет, это не бесконечная история. Рейд, ты тоже не знаешь. Я знаю. Секунду. Слав, Рейд, ты тоже не знаешь. Ну, нет, я даже беспонятно. Ну, что это я знаю. Ну, Жень, рассказывай, что за игра. Это игра в хобби. Да, там колода ходит по кругу. Если один из игроков ошибается, колода начинается сначала. И ты вот ходишь до тех пор, пока вы не сможете обмануть игру. Это, наверное, у нее три и по стати, что вообще это злая игра, короче, злая. В общем, ребята, несмотря на некоторые глюки-лаги, победила тружная ноль. Да. Мы можем другую тему взять в финал, нет? Нет. Нет, мне надо сейчас будет тогда перезапустить комнату. А, ну, все, тогда дружеская ничья, это прикольно. Ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Друзья, это была антистрессовая новогодняя игра для поддержания морального духа в преддверии открытия игротеки. Давайте назовем это так. Я бы прибыль на открытии игротеки, я бы не знаю, где бы с самого раннего утра до ночи, ночью тоже. Да. Ладно, сейчас меня внесут в списки, я притащу еще один стол, а то на двух столах будет как-то скромно сильно. И до ночи, это голодная игра. Ладно, ребята, всем спасибо. Мы на этом закончили. Да, всем спасибо. Еще увидимся. Интересная викторина. Субтитры сделал DimaTorzok